IT-бизнесмен, реформатор, человек года 2019, член закрытого американского клуба Forbes Business Console, основатель и владелец международной группы IT-компаний PowerCode, Владислав Цавченко, встречающий на BigInVest Summit! Всем привет, друзья! О, какой звук! Меня слышно! Супер! Итак, у нас очень интересная тема инвестиций. И чтоб я вам не рассказывал какой-то лишней информации, которая вам не пригодится, мы же про практику, про свой личный опыт, который стоит всегда очень дорого, чужой опыт всегда дешевле. Давайте узнаем, есть ребята, которые уже активно инвестируют. Поднимите руку, пожалуйста. Ага, супер! А есть те, кто хотят инвестировать, но в этом еще пока ничего не понимают? Супер! А у кого есть крипто-кошелек с какими-то монетами? О, класс! То есть немножечко в инвестициях уже разобрались, и есть другая сторона монеты. В зале есть предприниматели, которые хотят получить инвестиции, но не знают как? Так, ну, чуть меньше. Окей, я понял. Тогда будет больше практики для тех, кто хочет инвестировать, какие инструменты есть, и, собственно, какие механизмы можно использовать. Так, у меня… Ага, все. Итак, я расскажу больше с практической стороны, зачем бизнесу инвестиции вообще, нужны ли они, или лучше развиваться на свои. То есть у нас мир достаточно сильно ускорился в последнее время, особенно с приходом коронавируса. Мы видим, как фондовые рынки полетели, криптовалюты полетели, то есть, ну, там, все механизмы, которые можно использовать для инвестирования, они все начали расти, вызывать больше хайпа, интереса. И с какой-то стороны вроде как это перегрев, с другой стороны это реальные инструменты, на которых можно заработать. Я буду говорить больше про бизнес-инвестиции, так как у меня есть свой практический опыт. Вот мы поднимаем три стартапа своих, проинвестировано за полтора года больше, чем 4 миллиона долларов в них. Это интересная история с точки зрения того, как это происходит. У меня более 10 проектов под зонтиком моих компаний. И можно сказать, очень важная история – это про фокус. То есть надо фокусироваться на конкретных вещах. И я для себя в какой-то момент определил, что есть инвестиционные проекты, есть операционные, и в них надо, собственно, искать каких-то управленцев, команды или какие-то инвестиционные истории. Чем хочу поделиться с вами, очень важный инсайт, если вы хотите инвестировать в бизнес-историю, например, у кого-то есть идея создать какой-то проект, или у кого-то есть уже минимальная история, которая работает, я бы вам рекомендовал с этого человека взять какие-то деньги. То есть, например, есть две противоположных истории. Когда ты полностью инвестируешь в проект, и фаундер его запускает, у него есть какая-то доля, но деньги полностью у инвестора, то в какой-то момент, если у него что-то не получается, а мы все знаем, что есть правила Парета, и, собственно, вообще 80% действий – это сплошные неудачи. То есть, ну, неудачи – опыт, скажем так. И человек в какой-то момент может остановиться, потому как он, в принципе, вложил только свое время, а какую-то материальную ценность не дал. И я скажу, что с моей точки зрения это отлично работает. То есть, все проекты, в которые я зашел инвестициями, я взял со основателей какие-то понятные деньги, которые для них весомые. То есть, ну, естественно, если для человека там весомо 10 тысяч долларов, это может быть 10 тысяч. Если это, ну, для него тысяча, но это большие деньги, то можно тысячу взять. Если для человека много там 100 тысяч, то надо 100 тысяч взять, ну, если там чек инвестирования большой. И это очень позитивно влияет на то, как живет проект, как он проходит, какие стадии и скорость его развития. Потому что ты постоянно упираешься в какие-то стены, пытаешься сфокусироваться, чтобы пройти через эти задачи. И человек, у которого нету мотивации финансовой, ну, то есть, например, да, окей, он там может не получать зарплату, и вроде как риск его время. Но конкретная материальная ценность, которую он вложил в бизнес, будет его всегда лучше мотивировать, и вы будете уверены, что он будет за это воевать, как за свое. Есть противоположная история, когда ничего не вкладывается, ты упираешься в малейшие первые проблемы, продукт уже создан, ну, это там, например, какая-то IT-платформа, и продаж нет. И человек такой приходит и говорит, ну, я уже все попробовал, наверное, бизнес говно. Я говорю, пока, я пошел. А ты такой смотришь, у тебя минус 250 тысяч долларов, год времени, и ты такой, блин, ну, чувак, прикольно. Как бы, может, ты все-таки это делаешь? Он говорит, да не, я уже там другую тему нашел, там все понятно, криптовалюты еще туда-сюда. Собственно, есть у меня еще, кстати, классная история, буквально свежая. Я вижу, тут много кто интересуется криптовалютами тоже. У меня есть и такой портфель, немножечко инвестируем, пробуем, и там за последний месяц со входа на 400 долларов мы там подняли около 10 тысяч долларов на альтах и ждем там больше иксы. Тоже прикольная история, но, скажем так, я в ней больше как наблюдатель, и деньги находятся под управлением. Поэтому, если говорить о том, как привлечь деньги извне и куда их можно вложить вообще в принципе, то можно разделить, так, кликер, ага, работает, можно разделить на типы инвесторов. То есть, если вы хотите инвестировать, вы должны понимать, какие механизмы у вас есть, как это называется, хотя, может, это там большого значения не имеет, но вам должно быть понятно, в какой роли вы выступаете. Самая популярная история – это бизнес-ангелы, и это активно развивается в Украине в данный момент, потому как, условно, весь успешный опыт, он приходит из западных стран, и зачастую это США. То есть, даже Европа, она более такая бюрократичная, и там есть куча разных историй, как бизнес-ангелами или грантодателями выступают большие институции. У меня есть практический пример. Мы общаемся со стартаперами по всему миру, я занимаюсь IT-бизнесом, поэтому это, собственно, неизбежная история. И буквально там пару месяцев назад я встречался с прикольным стартапом, который на рынке Германии, это немцы, это там серьезная мощная команда, они получили грант от немецкого университета в размере 270 тысяч евро, работали год над проектом, и спустя год университет им говорит, что окей, вы сделали продукт, теперь мы хотим, чтобы вы платили за него лицензию. Вы понимаете, это грант, который бездолевой, за который тебе надо показать продукт, презентовать, что ты его сделал, сделать плюсы для экономики Германии, условно, за счет того, что растут какие-то стартапы, они говорят, вы должны платить лицензию. Естественно, ребята сказали им, забирайте проект, мы пошли делать другой. И это развитая Германия, которая постоянно плачет, почему у них нет технологических стартапов в таком объеме, как в США. США – это просто космический рынок с точки зрения даже бизнес-ангелов. Бизнес-ангел – это человек, который уже собрал какие-то компетенции, который заработал какие-то деньги. Ну, то есть это разный размер может быть. Бизнес-ангел может быть и человек, который дал 5 тысяч на запуск, это точно так же называется. И тот, который дал 5 миллионов долларов, когда у тебя стадия идеи, когда ты еще, собственно, не проверил, возможно, у тебя есть продажи какие-то, но это называется бизнес-ангел. И теперь, если… Это еще, кстати, есть такая история, называется 3F – Friends, Fools and Families. То есть первые, кто тебе дадут инвестиции, это либо семья, либо друзья, либо дураки. Рома Бобицкий как раз очень любит дураков и никогда не дает им деньги. Поэтому у них, получается, можно только брать, и это нормально. Бизнес-ангел – это тот человек, который поверит в вашу идею, или это можете быть вы. И вы там с большей долей вероятности прогорите. Есть… Это печальная история, на самом деле. Есть статистика венчурных фондов американских. Вот я пару месяцев назад имел встречу с фондом Андерсон Горовиц. У них в управлении 19 миллиардов долларов находится. Это американский фонд с Силиконовой долины. И у них, собственно, одна и та же проблема у всех. То есть 20% проектов успешные, 80% проектов фейлятся. И ты никогда не поймешь… Ну, собственно, приходят, тебе презентуют проект, и ты не поймешь, он в этих 20 или в этих 80. И очень красиво выглядящие проекты могут провалиться. А какие-то сумасшедшие истории могут выстрелить. Есть вот, например, недавно писал пост. Есть классная история, которую мне Андерсон Горовиц и рассказывал. Это синер-партнер и управляет, собственно, каким-то портфелем инвестиций этой компании. Они смотрят по 400 проектов. Один человек смотрит от 300 до 400 проектов в месяц. То есть в день это большое количество проектов. Они просматривают и выбирают какой-то из них. И заходят в одну-две сделки один управляющий партнер. И говорит, приходит к нам чувак и говорит, у меня бизнес, это разгар коронавируса. Приходит, говорит, у меня бизнес называется Hack the Cow, что переводится «обнять корову». То есть чувак разместил на Airbnb коров. Американцы букают, приезжают на эту ферму, обнимают коров, платят деньги. Он говорит, ну, блин, вышел. Вышел, подошел к менеджменту, говорит, вы больные, кого вы привели, какие коровы, какой мы тут про IT, про платформы, про всю эту историю. Мы же венчуры, у нас там чеки сумасшедшие. Они говорят, ну, ты пойди послушай про трекшн. Он пришел, говорит, а какие у тебя показатели? Он говорит, ну, у меня 5 коров, и они все заняты. То есть она там расписана, она куда-то наперед. Он говорит, блин, ну, прикольно. Говорит, а зачем тебе деньги? Ну, то есть надо ключевое понимать, зачем человек берет деньги. Ну, как бы, он говорит, ну, мне еще надо коров купить. Ну, он говорит, ну, окей. Ну, для них, собственно, 500 тысяч долларов немного. Они думают, ну, похоже, что это сумасшедшее. Это в этих 80% он сфейлится. Дали ему полмиллиона долларов. Через буквально 6-7 месяцев они закрыли ему раунд на 10 миллионов долларов при оценке 200 миллионов. То есть это сумасшедшая история, в которую они поверили. То есть каждый из вас сможет поверить в какую-то сумасшедшего фаундера. Инвестирует в основном, скажем, в команду, в идею. Ну, то есть идея сама по себе есть классная методология определения там ценности всего. Знаете, как идея стоит доллар, тот, кто реализовал это 2 доллара, а тот, кто смог продать это 10. Вот на самом деле всегда надо начинать с конца и попытаться продать свою идею. И вот чуваки закрывают такие сумасшедшие раунды. Ну, то есть это, скорее всего, станет единорогом пообнимать коров. В Украине это, конечно, слабо представляется, но, тем не менее, тоже можно попробовать, если еще у кого есть идея, какой бизнес начать, вот отличная идея дарю. Так, есть еще история про венчурные инвестиции. Это тоже надо понимать, кто это такие. Там есть несколько вариантов, как это выглядит. Я, кстати, за последние 2 года активно инвестируя, развивая проекты, стал больше понимать. Для меня, для человека, который до этого не был связан с инвестициями, я всегда смотрел, что венчурная история – это какие-то там десятки миллионов, миллиарды и тому подобное. И вот эти венчурные фонды – это там люди, чьи свои деньги положили туда. Это вот этот их портфель, там 100 миллионов долларов – это все их. Но на самом деле все не так. Венчурные фонды работают по принципу, они привлекают инвестиции. Это, собственно, на рынке Украины даже есть достаточно большое количество предложений. И к венчурным фондам можно обращаться напрямую. И говорить, когда вы будете привлекать раунд, поднимать под свой венчурный фонд, а потом они его уже вкладывают, они обещают разные 12% годовых. Кто-то обещает, просто берет менеджмент фи, а потом при успешной сделке это происходит в формате success fee, то есть процент за успех. И вы можете поднять хорошие иксы. Есть даже несколько клубов, которые занимаются такой историей, когда ты дробишь долю, то есть не заходит один инвестфонд, а ты дробишь ее. Ну и форматы привлечения тоже разные есть. Pre-seed, seed, A, B, C и потом в конце концов IPO. Но это, собственно, уже такой последний формат. И, кстати, IPO очень сильно поменялось в формате современности, потому как можно посмотреть на кейс, например, того же Rivian. Это компания, которая производит электрогрузовики, пикапы. То есть ребята вышли на IPO, при этом произвели всего 160 машин. Звучит, ну, типа IPO, 160 машин где-то в разных местах. На самом деле рынок инвестирования перегрет, и все хотят инвестировать в хайповые истории. Вот они вышли на IPO, у них подписан контракт, который, ну, этот контракт же можно и разорвать получается. Они с Amazon подписались на 100 тысяч машин, которые они им произведут, электрогрузовиков. И они получили оценку сразу же 76 миллиардов долларов. И буквально вот, если тут есть те, кто интересуется, собственно, инвестированием в IPO, я думаю, этот проект не остался незамеченным. И они там в какой-то момент начали стоить 180 миллиардов, сейчас, по-моему, порядка 130. И при этом у них до 200 машин произведено. Поэтому мир чуть поменялся, и этим стоит пользоваться. И это тоже выглядит как сумасшедшая идея, которая в данный момент отрабатывает. Собственно, венчурные инвестиции – это возможность быстро расти. Я дальше буду рассказывать, в чем отличается бизнес на свои и бизнес на деньги инвестора. Но ключевое – мир очень сильно ускоряется. И в какой-то момент вы просто можете не успеть получить ту долю рынка или нанять правильную команду из-за того, что вы будете упираться в свои бюджеты, что у вас нет возможности нанимать дорогой топ-менеджмент, лид-маркетинг, я не знаю, строить какие-то там помещения, покупать автоматизации, еще что-то, еще что-то. И это может помешать вам вообще остаться на рынке. То есть сейчас очень динамичная история, и можно сравнить две разных истории. Есть, например, компания «Новая почта», они развиваются 20 лет, органика, но сегодня нету 20 лет. То есть никто не даст тебе возможность 20 лет развиваться и расти каждый день, потому что посмотрят успешная ниша, запустят MVP, привлекут инвестиции и начнут там, собственно, забирать твою долю. Вот они развивались, условно, 20 лет на свои, классный результат. Они там, ну, непонятно, какая у них оценка на самом деле, но я думаю, что это больше, чем единорог. И есть компания «Инпост» в Польше, например. Они привлекали инвестиции, последний раунд, по-моему, был порядка 200 миллионов евро. Это тоже прикольные чуваки со своей историей, но они за счет инвестиций заняли очень большую долю и имеют сейчас оценку порядка 12-13 миллиардов евро. То есть, ну, это с помощью там плеча инвестиций можно это сделать всегда быстрее, всегда больше. И многих очень сильно пугают инвестиции, получить, ну, получить эту зависимость какую-то, еще что-то. Но этого бояться не стоит. Если у вас классный нормальный бизнес, то я бы вам рекомендовал привлечь инвестора. И еще, если с точки зрения венчурных инвестиций, есть классная история. Она такой гибрид венчура с бизнес-ангелами, когда ты получаешь смарт-инвестиции, когда ребята заходят в тебя вовнутрь, помогают тебе там с маркетингом, помогают тебе с командой, налаживают операционку и дают еще на это деньги. Дают деньги на то, чтобы получать большую долю. И это вот самый классный вариант, как по мне, совмещения экспертизы. Этим стоит пользоваться. И такие ребята, кстати, тоже привлекают инвестиции. Так, если говорить про задачи, которые можно решить инвестициями, можно себе долгосрочную перспективу поиметь, если это инвестор-стратег. И это не только какая-то конкретная компания, которая может зайти. Очень большое количество компаний имеют свои акселераторы, инкубаторы, которым интересно получать новые технологии, которые помогают стартапам расти, дают им какие-то сначала маленькие деньги, потом большие, а потом их выкупают. Вот. Выглядит, выглядит как очень странная история. Типа, большая компания собирает каких-то людей, которые делают какой-то проект. Зачем им это? Они же могут это сами сделать. На данный момент очень большая проблема в технологиях и в людях. То есть, когда собирается команда, которая хочет сама решить какую-то задачу, они 100% это сделают. А вот, например, большие корпорации, они, возможно, никогда не доделают этот проект. У нас был классный кейс, когда мы писали программный продукт для Гугла. Это была учетная программа. Мы писали ее после команды Гугла. То есть, команда Гугла в размере 150 человек, полтора года писали программу. В итоге, через полтора года не было ни продукта, ничего похожего на продукт. И, собственно, мы решили эту задачу за счет того, что у нас нет этой бюрократии, за счет того, что мы понимаем, что надо конкретно сделать. Мы решили эту проблему тремя разработчиками за три месяца. То есть, ну, как бы кажется, что технологии, зачем им технологии, у них и так все есть. На самом деле все не так. И если у вас есть классная идея, которая может понадобиться, или которая потенциально улучшает бизнес какого-то стратегического партнера, вы можете с этой идеей прийти к нему. И это будет в разных форматах. Это может быть инкубатор, еще какая-то коллаборация. Это могут быть просто инвестиции. Ну, там, например, даже МХП сейчас поднимает условно-инвестиционный фонд, который улучшает их жизнедеятельность, их конгломерата. И они такие ребята прикольные, когда к ним приходят с идеей, ну, уже там что-то должно быть, что пощупать, то есть что-то продается. И они говорят, надо оттестировать, надо получить такие результаты. Им там говорят, мы можем. Они говорят, сколько надо денег. Они там говорят, миллион гривен. Они говорят, на, иди проверяй. И это все происходит очень быстро. Кажется, что получить деньги, это может быть долго. Если это история про стратега, то это будет происходить быстро, потому что они очень сильно заинтересованы. Субтитры создавал DimaTorzok